Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые Радиосурские. Продолжаем работу в прямом эфире. Диана Новицкая, предприниматель, у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Ну вот, я помню, что когда у нас были в прошлый раз, вы как раз говорили, что надо как-то разогревать экономику в городе тоже, не только на уровне страны, но и, видимо, временная администрация, не знаю, то ли к вам прислушалась, то ли что-то произошло, но они решили вот с помощью закрытия одной из улиц превратить ее в пешеходную, это улица Терба, это всем знаменитая, и вот устроить всякие разные массовые мероприятия, все бы хорошо, но, видимо, они не рассчитали, что, во-первых, у нас целый ряд вот этих магистральных улиц сейчас ремонтируется, включая улицы Чако, и мало того, что они пробки дополнительные создают, но и самое главное, что толчая, а сейчас у нас ковид, ну и дальше что произошло. Вот как вы все это оцениваете, не было ли самое желание пойти поучаствовать во всех этих мероприятиях на улице Тербетес, как вам все это кажется? Ну, улица Тербетес одна из моих самых любимых улиц города Риги, и вне зависимости от того, была она открыта или закрыта, я много времени там проводила, особенно, что касается маленьких кафе, это то популярное место, где я и встречаюсь с друзьями. Однако, что мы видим сейчас, действительно, двоякая ситуация получилась с улицей Тербетес. С одной стороны, во-первых, что самое главное, возникла дискуссия в обществе на тему того, быть этой улице открытой для пешеходов или нет. И это хорошо, что жители очень вникают в происходящее и высказывают свое мнение. Значит, что мы видим с одной стороны? С одной стороны, мы видим, что поток людей, которые реально соскучились по мероприятиям, по общению друг с другом и так далее, они вышли на эту улицу, особенно тогда, когда было тепло, и начали праздновать этот праздник. Есть другая сторона жителей, которая прежде всего живет на этой улице, и вот с этой точки зрения мы, наверное, столкнулись с тем потоком, может быть, не очень ожидаемым, комментариев, нужно это или нет. Я еще не видела какой-то статистики на тему того, как бизнес отреагировал, то есть есть ли прирост продаж в кафе, в малом бизнесе, который есть, или же ничего не поменялось? Пока не видела статистики, не знаю, Абик, видели ли вы? Пока нет? Я пока не видел, но если… Ну, я еще о другом говорю, что, в принципе, ну, хотелось бы с одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что, несмотря на пандемию, ну, надо как-то вот эту экономику, ну, хоть как-то действительно растрясти, потому что, ну, всем все, конечно, хорошо, что сидим дома, боимся, но дальше ведь ничего тогда не происходит. Но очень важно, здесь про разогрев экономики, очень важен тот момент, насколько наши предприниматели тоже готовы вложиться в какой-то креатив, да, насколько они готовы выйти на улицу и что-то предложить, потому что одно дело – это выставленные столики, стульчики и кафе, другое – то, сколько инвестировал в город в украшения этой улицы. Если я не ошибаюсь, то это около 150 тысяч евро для того, чтобы сделать эту улицу более привлекательной. Насколько мы будем готовы в долгосрочной перспективе вкладывать, я имею в виду город, такие суммы для того, чтобы помочь предпринимателям, и сколько здесь будет сотрудничества с предпринимателями, да. Я не очень уверена, что это разогрев экономики как таковой, это, наверное, тот мейнстрим, который сейчас требует такое молодое поколение, чтобы все-таки эта пешеходная улица была. Я больше все-таки склонялась к тому, что в виде эксперимента этот проект запустить, но, наверное, не на такой долгий срок, это первое. И, во-вторых, конечно, не было учтено то, что соседние улицы ремонтируются, да, и все-таки мы чувствуем поток автомашин, как он поменялся, что происходит сейчас на Бривебес, как с Чака, да. Тут нюансов очень много. Одновременно с этим, если вы спросили у меня, участвовала ли я в праздниках, я в массовом больших концертах не участвовала, но, естественно, я была на этой улице, я была со своими детьми, я была со своей мамой. Очень мило и приятно, ничего не скажешь. И, конечно, чем больше возможности бизнесу выйти на улицу и быть ближе к людям, это замечательно. Особенно, учитывая наше кратковременное лето, это здорово. Я бы хотела не только видеть вот это все на улице с точки зрения каких-то таких действий, но и цифры, да. Это очень важно увидеть, насколько это помогло предпринимателям вырастить в продаже. Держу кулаки, чтобы было все хорошо, потому что мы все понимаем, что происходит сейчас с отраслью, да. Это и Эдинашина, то есть общепит, это и туризм, да. Поэтому замечательно, что есть возможность людям выйти, прогуляться. Не будем забывать о жителях этой улицы, о том, как изменился их быт, да. И мы знаем, что есть много недовольных, да. Особенно, учитывая громкие концерты в начале улицы Тербатес, где все-таки проживает много людей, были также комментарии профессионалов и архитекторов о том, что ну не хотелось бы жить на такой улице, да, что это все-таки, если мы смотрим за границу, то это в основном улицы, в которых есть офисы, в большинстве случаев они жилые дома. Ну, даже в Старой Риге все понимают, да, там есть какие-то отдельные квартиры, но в основном, в принципе, это офисы, учреждения, музеи, да. Надо смотреть, я считаю, что эксперимент, он стоит определенных денег, он достаточно долгий, много есть дискуссий, и я за то, чтобы рассматривать разные подходы и все-таки анализировать это с точки зрения бизнеса, насколько это помогло. С точки зрения общей атмосферы, она создана прекрасно, но опять-таки в каждой атмосфере своя цена, и эту цену я уже озвучила, да, это приблизительно тот бюджет, который вложил город для этой улицы на сегодня. Да, вот может быть такой вопрос, который хотел задать, ну, с одной стороны, вот мы уже с самого начала эфира говорили вот о тех последствиях для экономики, которую мы еще будем долго ощущать от пандемии, от коронавируса, и правительство нам все время говорит, что вот, мы будем использовать разные финансовые инструменты, сыплет этими вот цифрами миллионными, которые придет из Европейского Союза, даже миллиардными. С одной стороны. С другой стороны, вот мы знаем, что на днях была обнародована вот эта новая кадастровая стоимость недвижимости, которая всех шокировала. Потом, правда, министры, как это часто бывает, пошли, что называется, в отказ, начали говорить, ну, вы не волнуйтесь, мы еще не ввели, а может быть и не ведем, а может быть сделаем необлагаемый минимум, а может быть понизим налоговые ставки, так возникает вопрос, если вы хотите новую кадастровую стоимость вводить с 2022 года, еще сами ничего не решили, зачем сейчас, пока еще народ вообще не оправился от этого всего стресса, начинать весь этот сырбор, разве это сейчас самое главное? Ну как, мы же тоже понимаем, что сейчас горячее время, здесь нужны скандалы, расследования, громкие заявления, кто-то пообещает одно, кто-то напугает, кто-то потом придет как рыцарь на белом коне и скажет, нет, мы это все отменим. Я на это смотрю очень скептично, мне не нравится то, что опять и опять наше общество, оно вынуждено, к сожалению, сейчас от всего этого отстраняться, и что касается политиков и всех этих решений, мы еще раз начинаем все больше и больше критиковать, начинаем критиковать правительство. У нас много недовольства, и это все сказывается на чем? Сказывается на том, что мы не удовлетворены той властью, мы не удовлетворены, в принципе, тем управлением страной, которое у нас сейчас происходит. И все это выражается только в следующем – молодое поколение здесь не видит будущего. И, к сожалению, это результат вот этих всех выпадок и всех этих манипуляций, которые происходят перед выборами. Молодежь на сегодняшний момент, то есть их вот этот фон, который они слышат, он только стимулирует к тому, чтобы отсюда уезжать. Это очень плачевно, потому что я как мама двоих детей очень к этому отношусь, конечно, скептически, потому что я как управленец, так же, не только как мама, понимаю, что прежде чем что-то заявить, нужно взвесить все эти решения, дать понять обществу, к чему нужно готовиться и так далее. А когда непонятно, что происходит, ну, простите, так не бывает. Мне кажется, ни один предприниматель даже в рамках своей компании не объявит о каком-то нововведении, скажем, не продумав план А, Б и С. То есть это то, что сейчас происходит, это просто какая-то некомпетенция и действительно какое-то вызывание, какого-то отторжения у нашего общества. Вот и все. Да. Вот еще, может быть, такой вопрос, который, ну, такой весьма важный. Вы уже сказали, что вы как предприниматель, у вас, я так понимаю, вот типография, да? Да. Вы ощутили вот какую-то поддержку или вы даже не просили? Я понимаю, что вы, к счастью, не туристический бизнес, который, наверное, пострадал первый, гостиничный, может только посочувствовать. Да, но тем не менее, вот какую-то… Вот я вам должна сказать, буквально на прошлой неделе мы вдруг, нам хочется верить, что это будет правда, но открыли программу, я не знаю, знают ли все предприниматели об этом, но открыли новую программу по поддержке бизнеса. Это действительно такой позитивный луч в конце туннеля. Я надеюсь, что это все будет работать. Значит, программу администрирует Латвийское агентство по развитию инвестициям, ЛИА. Так называемая. И открывается программа следующая. Выдается предпринимателю в размере 30% от их ежегодных взносов социального налога. 30% то, что вы вносили в предыдущем году, будет выплачено вам в виде как Darwin Iams, который мы, предприниматели, можем потратить на оплату заработной платы. Со вчерашнего дня эта программа работает уже для всех из гостиничного бизнеса и бизнеса в целом, связанный с туризмом. И в ближайшие дни планируется открыть для всех компаний, которые занимались экспортом. Это для нас, как предпринимателей, которые на экспорт работают, потому что в Латвии рынок, сами понимаем какой, это очень актуально. Для тех, кто слушает нас сейчас, могу заметить, что есть один важный критерий – это экспортные сделки не должны были быть меньше 1 миллиона евро. Это первое. И должно быть зафиксировано падение оборота, если не ошибаюсь, не менее 30% по сравнению с определенным периодом предыдущего периода. Эта программа новая, администрирует ее ЛИАА. ЛИАА – это деньги из европейских фондов. И я очень надеюсь, если это действительно будет работать и, как заявлено с момента подачи заявки, эта заявка будет обработана в течение 30 дней и после принятия решения в течение 5 дней будет выплата, то, например, в нашем предприятии мы можем ожидать около 80 тысяч евро. это так называемое пособие или давина, как они это называют, которое мы сможем направить на выплату заработных плат. Это замечательно. Я скажу, это первое, что мы реально сейчас видим и очень ждем. Все остальное, то, что мы откладываем выплату налогов, замечательно, но это не отмена, это не скидка, это вообще ничего, это просто перенос, может быть, определенных сумм на более поздний период. Но на сегодня, что я вижу, очень медленно восстанавливаемся, я бы даже сказала, с такими малюсенькими шажками. И, конечно, будет нам очень тяжело к этому периоду, когда закончится вот этот перенос всех выплат, расплачиваться. Я думаю, что это все еще впереди, плюс пугают второй волной, и непонятно, как это будет опять влиять на экономику и на активность потребителей. Поэтому будем смотреть. Но ту программу, о которой я сейчас рассказала, все-таки приглашаю предпринимателей зайти на сайт ЛИАА и ознакомиться более детально и встать в очередь на эту программу, потому что она будет работать, если не ошибаюсь, до 30 сентября можно будет подать заявку. Да, спасибо за эту информацию. А вообще, в принципе, вам удалось сохранить коллектив? Нет, к сожалению, в полном составе сохранить коллектив не удалось. Были сокращения, я бы сказала, до 15%. Количество работников было сокращено. Мы не смогли оставить их у себя ввиду того, что обеспечивая неполный рабочий день, то есть заработная плата будет достаточно минимальной. и работники просто ушли на биржу. И они сейчас стоят на бирже в ожидании, либо же что-то устаканится, будет лучше. Может быть, будет какая-то переквалификация, но пока я не видела ни одной достойной программы, которая могла бы переквалифицировать работников. Я не говорю уже про нашу отрасль, но у меня есть знакомые, которые занимались всю жизнь организацией концертов. Компания крупно. Скажите, как могут переквалифицироваться? Во что? Во что? В кассиры магазина? В кассиры магазина, я не знаю, в трактористов. Что востребовано на сегодняшний момент? Это на самом деле просто такие красивые слоганы о переквалификации. Но я действительно, я знаю очень мало людей, которые были способны переквалифицироваться, но никогда мотиватором не было государства. Это внутренняя мотивация каждого человека, который, скажем, работал в одной отрасли и перешел по каким-то внутренним позывам, может быть, в другую. Например, ваша коллега с радио, которая перешла из медиапространства совершенно в другую отрасль работать. Но опять-таки это не была ни поддержка государства, ни еще кого-либо. Поэтому это все очень сложный процесс. И все-таки люди, которые многие годы работают в определенной сфере, им переквалифицироваться, особенно учитывая возраст, если мы говорим про активных жителей, достаточно сложно. Да, но тем не менее, я так понимаю, что какие бы ни были кризисы, мы понимаем, что очень много переходит, может быть, в этот виртуальный опасность, но все равно какие-то услуги, типографии нужны. Да, вот если даже представить все эти упаковки, этикетки. Да, конечно, есть очень много продуктов, которые развиваются и получили, ну скажем, такой серьезный прирост. Это первое, это детская продукция, ориентированная на дошкольный возраст, это разукраски и такие вещи. Это настольные игры, это та же упаковка продуктов питания, особенно поначалу это упаковка гречневой крупы, да, которая уже доходила до какого-то уже непонятного перифора, да, но это было. Это пельмени и замороженная продукция. И рассказывала уже в эфире о том, что был достаточно серьезный всплеск на печать этикеток для шпрот, например. Когда мы помним, случились все эти ограничения с поставками шпрот в Россию, где это был главный рынок сбыта, то, конечно, все шпротники, они реально провалились в яму, и вот сейчас, благодаря пандемии, немного они выплыли наружу, но опять-таки этот всплеск был очень краткосрочным, и опять-таки все… То есть они заказывали, да, по-кредскому эти этикетки? Да, они в критические периоды заказывали достаточно много. Одновременно с этим очень сильно, например, если мы говорим про упаковку, все говорят, что упаковка – это очень выгодный бизнес. Что могу сказать? Например, упаковка тортов жутко упала. Почему? Потому что во время пандемии в гости не ходили элементарно. Точно. Да, соответственно, торты… Ну, мы не можем в семье, например, 2-3 человека съесть целый торт. Нет. Ну, невозможно это сделать все-таки, да. Это не нужно. Действительно, надо быть красивыми, подтянутыми и спортивными. Поэтому, да, вот, например, этот продукт, да, очень сильно упал. Поэтому тут, конечно, очень много нюансов, у каждого бизнеса свой. Я слышала, кстати, что во время пандемии бизнес, который был связан, например, с продажами велосипедов, вырос вообще в какие-то сумасшедшие объемы и не успевали обеспечивать поставки. Да, именно так. Почему? Потому что… Люди, видимо, решили так вот, да. Да. А вспомните магазины, например, депо. Да, то есть поначалу, апрель месяц, тепло, все оставались дома. И те, у кого есть какие-то дачные участки и так далее, что все в депо, чтобы что-то ремонтировать, прикупить. Огромные очереди. И были огромные очереди. И никакие там два метра было очень сложно обеспечить и так далее. Но, опять-таки, спрос был и падения не было. Поэтому очень по-разному проявился ковид и повлиял на экономику. Что я могу сказать, наверное, про рынок труда? Чуть-чуть устаканилась, наверное, ситуация вообще с доступностью работников в каждой сфере. Об этом мы говорили с моими коллегами. Также в полиграфическом бизнесе мы всегда испытывали нехватку персонала. Всегда было такое, что негде их взять. И даже те специалисты, которые были с очень маленьким опытом, приходя к нам на собеседование, запрашивали тот уровень зарплат, который был просто абсолютно неадекватен их навыкам. Сейчас мы видим, что у нас в базе данных на сегодня доступно очень много свободных кандидатов, которые и с опытом, и с достаточно адекватным спросом по заработной плате. Но, к сожалению, не можем пока предложить. Нет у нас свободных сейчас вакантных мест. Но мы видим, что рынок труда чуть-чуть стабилизировался. И это такой, наверное, один из позитивных, может быть, моментов, что чуть-чуть вот как-то все, этот пузырь не лопнул, устаканился. Диана Новицкая у нас в студии. Перевьемся буквально на пару минут. Не переключайтесь. Диана Новицкая у нас в студии. Еще раз добрый день. 6212-939-6213-939. Пожалуйста, можете задавать вопросы нашей гости. Вот в самом начале вы упомянули, что вы все-таки мама двух детей. Один ребенок. Вы успели мне до эфира признаться, что все-таки пойдет первый класс. Как говорят опытные родители, что вот вместе первый класс заново пойдет. И родители, ну, те, кто уже учили, те, чьи дети уже учились, они вместе с ними занимались дома на этой удаленке. И кто-то там смеялся и говорил о том, что я закончил с ребенком пятый класс, я там шестой, я четвертый. Кому как повезло. Да, ну вот вы пойдете первый раз в первый класс с ребенком. Вот как вы к этому готовитесь? Не знаю, может быть, ребенок находил уже на подготовку. Может быть, здесь какая-то нужна помощь, не знаю, министерство, самоуправление. Как вы вообще это видите? Вот как? Я, честно говоря, с большой опаской смотрю на наше ближайшее будущее, которое начнется с сентября. И один из главных вопросов вообще, как оно начнется первого сентября. И я думаю, этот вопрос волнует многих, мам и пап. Расскажу немножечко историю о том, что такое удаленка для ребенка, например, моего возраста, такого одного образец гиперактивного ребенка. Сначала очень мы боялись того, как это делать удаленно, потому что подготовку к школе мы проходили в школе Ландо. И это были занятия в группе с другими детками. И все было замечательно. Однако по наступлению пандемии это отменили. И никакой подготовки вообще не случилось. Параллельно с этим ребенок ходит на занятия по шашкам. И вот педагог, наша тренер, она предложила заниматься удаленно по компьютеру шашками. Я, честно говоря, себе слабо представляла, как это будет. Однако, что я заметила? Мой ребенок стал более внимательно слушать педагога. И он как-то влился и с большим удовольствием этим занимался. И после этого мы обсудили вопросы с педагогом по дошкольной подготовке. И она предложила тоже свой курс в электронном формате, с аудиоуроками, с видеозаписями. И вы знаете, это, конечно, безумно сложно. Потому что ребенок должен усидеть у экрана. В основном это либо планшет, либо портативный компьютер, либо просто монитор. И он должен усидеть, он должен услышать учителя, он должен что-то написать и сделать. И у него нет вокруг его групп тех ребят, которые были у него до этого. И мне кажется, это сразу ломает вот это представление о школе. Потому что ведь в школе мы учимся не только, мы получаем не только знания, но и навыки общения. Это то, что, в принципе, Министерство образования презентовало пару лет назад о том, что это будет образование, которое будет строиться именно на навыках. Несколько на знаниях, только на навыках. И вот этот главный навык, который постигают дети, особенно младшего возраста, общаться с другими, находить компромиссы, учиться быть и работать в команде, этого навыка нет. То есть, что будет дальше, я слышу от тех родителей, которым, как они шутят, школа пришла в их кухне. Мне боязно, прежде всего потому, что первоклашку я не могу оставить одного дома. Мне, например, нужно работать. И как я буду это совмещать? Это один из главных вопросов. Второй вопрос. Насколько школьники и вообще родители школьников подготовлены с материально-технической точки зрения? То есть, есть ли у всех компьютер, есть ли подключение к интернету, достойно ли это подключение? В конце концов, хватает ли вообще в доме, в квартире места, где будут работать на удаленке, например, двое или трое детей? И плюс, если, например, опять будет запрет выхода на работу и мы будем работать удаленно, как семья, например, может в двухкомнатной квартире объединиться и все вместе и учиться, и работать? Это безумно сложно. Поэтому я считаю, что один из главных таких моментов, которые нужно учитывать, это, конечно, подготовка именно технически. Есть ли планшет, есть ли компьютер? Это та составляющая часть, которая должна быть продумана. Министерство – это образование или самоуправление. Мне не важно. Мне важно, чтобы ребенок получал образование. А как мы знаем, образование в Латвии, если я не ошибаюсь, бесплатное, это прописано в Сатворсме, то тогда, извините, если оно удаленное, дайте инструмент. Это то, о чем нужно сейчас задуматься. И вообще я не понимаю, а в чем, собственно говоря, разница между учебным материалом, учебником в бумаге и планшетом? Такое же средство для образования, если учебник государство оплачивает, почему тогда не оплачивает планшет? Да, абсолютно верно. И тем более, если мы говорим уже о современном образовании, о более эффективном. Опять-таки, если мы говорим о планете как таковой, и я, как директор типографии, участвую во многих дискуссиях о том, бумажный формат или дигитальный. Конечно, мир уходит в пользу дигитализации, и планшет это уже не какой-то, я не знаю, инструмент просто престижа. Это не говорит о престиже, это говорит о том, что это необходимость, это, в принципе, наш учебный материал. Поэтому это очень-очень важно. Так вот, продолжая тему школьников, не только этот вопрос меня волнует, меня еще и волнует вообще, насколько много мне канцелярских товаров закупать, и нужна ли будет форма, и вообще будет ли ходить ребенок физически в школу. Это все те вопросы, на которые у нас до сих пор нет ответов, и мы плаваем где-то между какими-то слухами о том, что ну точно первый-четвертый класс будет ходить и учиться, может быть, будут смены, может быть, будет гибридное образование, то есть вопросов больше, чем ответов. И на минуточку до начала учебного года остается месяц, все сейчас будут возвращаться с дач, с каких-то лагерей и так далее, и ответы на эти вопросы должны быть уже сейчас. Опять это вопрос того, насколько грамотно строит правительство коммуникацию с жителями, насколько мы чувствуем себя людьми в нашем государстве, и ценность ли мы и наше молодое поколение. А работающие родители, это на самом деле и есть тот ресурс, который делает основной вклад в экономику. Мы можем говорить о многом, но посмотрите, кто работает у нас. Это активные жители, если мы говорим о Риге, активные рижане, которые и работают, и воспитывают детей, и обеспечивают эту удаленку. То есть вся нагрузка ложится на работающих мам и пап, а у нас государство иногда только рассказывает о пособиях, о том, как самым-самым малообеспеченным что-то там выдадут. Может быть, нужно будет работать, как предлагают сейчас, да, за 200 евро полное рабочее время, да, предлагает нам кто-то, да. То есть какие-то такие смешные вещи о работающих рижанах или о работающих вообще в целом латвийцах очень мало говорят, да, и это обидно. И школа впереди, и разделяю все чувства молодых и не очень молодых родителей, потому что, я думаю, будет очень сложный период. Благо, есть много школ, которые достаточно успешно прошли этот этап, и я безумно горжусь тем, что с некоторыми даже представителями школ и родителями из некоторых школ я знакома, и они хвалят то, что многие дети наоборот даже подтянули знания, многие неработающие бабушки помогали, чтобы, скажем, лучше осваивался материал, но мы сталкивались, и я читала тоже много отзывов о том, что дети реально не понимают материал, родители устают, и как много ссор было даже внутри семьи именно из-за того, что процесс не был организован качественно. Да, вот и мне тоже так кажется, что вот у многих, может быть, создалось такое ошибочное мнение, не знаю, как учителей, у родителей, что вроде бы ребёнок успевает. Потому что когда он дома учится, вроде бы всё в порядке, но это совершенно всё-таки другая история, когда ты дома сидишь, у тебя там Google есть кому помочь и так далее, да, и совсем другое, когда ты вот потом в классе. Так что мы ещё посмотрим, что будет в сентябре, конечно, вот когда дети вернутся в школу, мы надеемся, что они вернутся, но и, конечно, наверное, особая атмосфера должна быть создана, наверное, для первоклассников, для них это по-любому будет какой-то стресс. Да, потому что я думаю, что многие родители, которые меня сейчас слушают, заканчивали детский сад и реально выпало из жизни, из памяти детей, из наших фотоальбомов, настоящий выпускной из детского сада. Потому что как такового выпускного, вот этих родительских слёз, да, их не было. Почему? Потому что физически родители не были допущены на выпускные. Выпускные были в виде праздников и, несомненно, огромное… Это, кстати, и к выпускникам и девятых, и двенадцатых классов тоже относится. Да, именно так. И, конечно, огромное спасибо всё равно преподавателям и тому педагогическому составу, которые старались из того, что можно сделать праздник, да. Но я думаю, чего, наверное, и не хватило педагогам, это такого человеческого спасибо, вот этих обниманий и тех, может быть, прощальных речей со стороны родителей и выпускников, которые, мне кажется, и создают вот эту память на всю жизнь. И это остаётся не только в фотоальбомах, это остаётся реально в сердце каждого. И мне было безумно жаль, что у моего ребёнка и не было как таковой подготовки к школе, но такой полноценной, да, то есть чтобы он прочувствовал, как это быть в среде, в школьной, как это быть в коридоре, как это быть в классе, да. То есть он ещё толком даже не понимает, что такое школьная парта. Неважно, она в современном, да, исполнении или ещё в таком олдскул исполнении. Но вот этого он не прочувствовал, он не знает толком, что такое выпускной в садике. Но я верю, что, наверное, всё впереди и очень надеюсь, что это первое сентября всё-таки будет максимально приближено к тому празднику, который хотелось бы, чтобы каждый ребёнок пережил. Диана Новицкая, у нас в студии. Ещё, может быть, говоря о таких вот государственных делах, вот всё-таки что вот вам, может быть, не хватает сегодня, вот, не знаю, от власти и городской, и государственной, потому что, ну, вроде бы, с одной стороны говорят правильные вещи, мы видим, что какая-то активность постоянно есть. Правда, парламент у нас перешёл, ну, ещё до каникул в виртуальный режим, но тем не менее. Знаете, я часто задаю сама себе этот вопрос, вот чего не хватает. И прежде всего не хватает такого стабильного восприятия того, что реально происходит в государстве. Неважно сейчас, ковид или не ковид. И не хватает единого понимания со стороны городских властей и со стороны правительства того, куда вообще государство идёт и какие главные ценности у государства. Потому что фактически, я скажу вам честно, то, что происходит сейчас, это просто-напросто бардак. И этот бардак, начиная от Рейл Балтики, заканчивая элементарных вещей, связанных с организацией учебного процесса, везде есть либо политические какие-то обещания и лозунги, или же это абсолютный такой, знаете, ковардак с точки зрения обвинений, да, то есть они друг друга пуляют какими-то обвинениями, но работать-то кому-то надо. Кто будет реально работать в государстве? Кто будет реально работать в Думе? Как будет строиться взаимоотношение между городской властью и правительством? Да. Как будет строиться... Если мы вспомним, какие были взаимоотношения ещё вот такой распущенной Думы. В принципе, ещё и предыдущие созывы были очень тяжёлые взаимоотношения с правительством из-за так называемых таких вот, я бы сказал, партийных различий, а вот прошлая Дума вообще даже о взаимодействии с госвластью даже, наверное, не приходилось говорить, да. Это вообще абсурд какой-то, да. И меня вообще поражает, как, вот, например, избиратель, да, он думает о том, за кого нужно голосовать, да, и делает выбор в пользу одного или другого, но как сильно различаются поведения наших избирателей, когда мы выбираем в Сейм и выбираем, например, в Думу, в Рижскую или, неважно, в другую, да. Мы что, все забыли о том, как вдруг очень быстро поделили деньги на финансирование партий, вот эти правящие партии. И одновременно с этим мы вдруг все хотим, я смотрю сейчас рейтинги, да, вот, например, есть АТС и Байпар, и вдруг АТС и Байпар такой высокий рейтинг, а мы что, забыли, кто как вообще где голосовал, кто вдруг получил такие огромные деньги из кошелька налогоплательщиков на содержание партий. Вообще, это настолько, ну, такой момент, да, тонкий, когда над избирателем реально у меня такое чувство, как будто бы издеваются. И это происходит вот нон-стоп, постоянно. И многие предприниматели, ну, что говорят? Оставьте нас в покое. Вот просто ничего не трогайте, вот сделайте, вот, например, издайте какой-то закон и не трогайте. А что мы видим? Ну, например, микропредприятие. Ну, это же смешно. Ну, посмотрите, да, то есть мы уже не верим в то, что будет принято какое-то решение, которое будет реально в пользу предпринимателя или в пользу семьи. Примут одно, другим что-то перекроют. И так постоянно. И я даже не понимаю, это вообще когда-то закончится? Все-таки нужно вот это новое видение, это нужно новое поколение, это, наверное, нужно быть более, ну, скажем, целенаправленным, ну, молодым людям все больше и больше появляться в политике для того, чтобы, ну, как-то вещи менять. Потому что все строить на том, как это строится сейчас, ну, честно говоря, это, конечно, какая-то комедия. Да. Ну, будем надеяться, что какие-то выводы будут сделаны, поскольку вот сейчас, как мы знаем, Министерство среды и регионального развития, новый закон пишет, о самоуправлениях, где, кстати, будет целый раздел о столице. Ну, вот, хотелось бы, чтобы вообще проблемы вот страны не решались только исключительно за счет рижан. Вот такое ощущение создается. И фонд выравнивания, 92 миллиона ежегодно перечислили, перечисляем. Я так понимаю, наказали почему-то всех рижан за закупку этих автобусов, троллейбусов, трамвайоводи. Мы их не закупали с вами. Я не понял, что вы закупали. А ударяет парижанам. Именно так и происходит. И одновременно с этим постоянная вот эта критика того, что вот было предыдущие там 10 лет и так далее, и так далее. И все переходит в такой политический пласт. И мы забываем о реальном жителе, о его потребностях, о том, что нужно реально рижанину и хочет ли он это слышать. Потому что в конце концов чего мы добьемся? Этим добьемся только одного – явка будет просто никакой. И это на самом деле, если слушают политики и понимают на самом деле то, что говорят жители, это же реальные вещи, которые можно изменить. Это так же, как мы смотрим, например, на парк. Вот посадили деревья, сделали красивую клумбу, мы все рады. Это хозяйственный вопрос, который решен, который всех устраивает вне зависимости от национальности и так далее. И ведь можно решать так много вопросов без вот этой политической риторики уже до выборов на самом деле. А у нас сейчас получается, включаешь интернет или там, например, говоришь, я со своей мамой или с кем-то из знакомых разговариваю, и мне рассказывают какие-то страсти, как кто-то кого-то критикует. Но я говорю, ребят, вот тот, кто сейчас критикует, а он, например, уже 4 года сидел на определенной должности и за это отвечал, а сейчас у него раз, он сменил шкурку и сейчас критикует. Очень удобно. То есть такие маркетологи у нас, политики, очень умеют как-то под ситуацию подстраиваться и набирать себе плюсики. Честно говоря, очень обидно за ситуацию и за то, что на плечи рижан возлагают на самом деле так много всего, за что нам нужно платить, а элементарные вещи не решаются. То есть так много всего, и мосты, и дороги, и детские садики. Элементарно даже мусорники, которые есть в городе, но в конце концов надо же такие вопросы решать. Очень хотелось бы надеяться, что ситуация после, уже как раз таки в сентябре будем знать, какой будет новая дума, может быть, все-таки будем как-то по-новому решать вопросы. Да. Вот интересно, может быть, такую последнюю реплику, когда мы сказали, вот даже сейчас, когда мы видим, что выбранный процесс, не называя никаких партий, вот мы видим отдельные партии, говорят о том, что ну вот мы там, не знаю, только все переведем образование на один язык, детские сады, все только на один язык. И это происходит, все вот самое парадоксальное в таком многонациональном, мультикультурном городе, где минимум процентов 40 избирателей как раз представляет национальное меньшинство. И партии, которые там баллотируются, говорят о том, что мы вам покажем, извините, Кузькину мать. И ты думаешь, ну как это можно было представить, например, в Дании есть немецкое большинство в одном из городов на границе. У них там образование полностью на немецком языке. Они изучают датский язык, но там на немецком языке, кстати, датское самоправление все это финансирует. И наоборот, датское меньшинство в Германии так же самое. И я даже себе тяжело представить, что выбор в какой-нибудь лантак Дании, и местные политики говорят, мы думаем, как бы навредить избирателям. Мы все-таки их лишим права, возможности, обучаться на немецком. Но это было бы совершенно невозможно, это какой-то дурдом. У нас все в порядке. Да, более того, не только такие вещи. Мы, очевидно, делим, будет ли у нас Рига 18 ноября, или будет ли у нас Рига 9 мая. Ну, о чем? О чем речь? То есть, это настолько… Ну, это популизм. На самом деле, это популизм никак по-другому, потому что ничего уже… Никакой конкретики. Вот иногда у меня такое чувство, я вообще, когда наблюдаю сейчас за тем, что происходит, все как будто бы хотят сварить суп из фрикаделек. Только кто-то говорит очень четкий рецепт, да, то есть, нужно взять фарш определенный, да, там, взять картофель, морковь и так далее. А кто-то вот хочет сыграть на каких-то таких чувствах и говорит, а давайте возьмем пельмени и очистим их от кожуры, и тоже будет у нас фрикадельковый суп. То есть, это то, что сейчас происходит, это реально какие-то… Ну, это возгласы. Это возгласы и нежелание, еще раз, вслушиваться в те потребности рижан, которые наболели и которые нужно решать. Это хозяйственные вопросы, это не вопрос ни языковой, он просто не должен стоять в таком городе, как Рига. Вы посмотрите, как много разных национальностей. И опять-таки, наше современное образование предполагает ведь и возможность обучаться билингвально, ведь, например, Рижская классическая гимназия на сегодняшний момент в рейтинге получила первое место, плюс Рижская классическая гимназия получила статус государственной гимназии. Но мы все понимаем, что это школа нацменьшинств. И где проблема? Замечательно все происходит, существует школа, развиваются дети, умеют говорить на разных языках. Все дружат и думают о будущем этих детей, и желательно, чтобы это будущее было здесь, в Латвии. Но как только у нас включаются разговоры о том, что Рига у нас будет 18 ноября или Рига в цветах 9 мая, то мы реально, собственно, просто общество делим пополам и не понимаем того, что, например, происходит. Вот я хочу хороший пример сказать. Концерты Прата Ветра или концерты, когда еще были, приезжал Борис Гребенщиков. Всегда разные национальности и всегда поют на разных языках, вместе держатся чуть ли не за руки и отлично проводят время. И это на самом деле сущность нашего общества, если бы не политики не проводили, ну, скажем, вот эти красные линии, да, и не делили нас именно по таким интересам. И тогда бы, когда мы понимали, что самое главное – это благополучие наших людей, вот только тогда и будет строиться нормальное государство, будет доверие к властям, доверие к властям на городском уровне, на уровне страны. До этого, я думаю, нам еще очень далеко, еще раз повторю, пока не сменится поколение и должно еще пройти какое-то время, и мы должны все ходить на выборы для того, чтобы выбрать именно тех, ну, кому мы доверяем и видим, да, что какие-то серьезные дела делаются, а не делят, как я шучу, да, для фрикаделькового супа чистим пельмени от кожуры. Да, это очень интересно, замечательное сравнение. Диана Новицкая у нас была в студии, большое спасибо.